Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Харча Беджиев. Общественная палата Карачаева-Черкесии подвели итоги конкурса «100 лет мессии» и наградили победителя грамотами, премиями и ценными призами. В Доме печати состоялась презентация книг двух известных писателей – Альберта Узденова и Екатерины Шваевой. На знакомство с новинками пригласили писателей и журналистов. В период майских праздников увеличится количество автомобилей и пешеходов. ГИБДД обращается к жителям и гостям республики. Будь внимательны и не нарушать ГИБДД. В 2022 год объявлен главой республики Рашидом Тимрезовым годом людей с ограниченными возможностями здоровья. Общественная палата Карачаева-Черкесии подвели итоги конкурса «100 лет мести» и наградили победителей грамотами, премиями и ценными призами. Подробности у Али Баташева. Белоснежные вершины двуглавого Эльбруса. Национальные костюмы народов Кавказа. Яркие рисунки с изображением горных пейзажей и достопримечательностей Карачаева-Черкесии. Эти и другие работы созданы детьми с ограниченными возможностями здоровья, их родителями и педагогами. Конкурс работ «100 лет вместе» организован и проведен Общественной палатой республики и Министерством образования. Хочется пожелать всем деткам, которые приняли участие в данном конкурсе, дальнейших успехов. Вы замечательны, вы самые лучшие, а самое главное, вы любите наши республики, вы гордитесь, соответственно, нашей республики, а мы гордимся, что вы есть у нашей республики. Светлана Борнева вместе с сыном Тимофеем в своей работе показали главный государственный символ республики, а Ольга Пушкова создала экспозицию «Дружба», символизирующую единство народов Кавказа. Самое главное, во-первых, конечно, 100 лет, надо показать, что 100 лет на подделке, и контур нашей республики с нашим флагом, это же самое главное. Экспозиция у нее называется «Народы Карачаево-Черкесской республики», там у нас человечки, на спинках которых изображены флаги народов Карачаево-Черкесской республики, они держатся за руки, символизируя дружбу между собой. А важна жизнь? Конечно, обязательно, в первую очередь, но без дружбы не будет мира, а мир нам очень нужен. Юные таланты получали заслуженные награды за свои работы. Победителями в номинации рисунок стала работа «Эльбрус» коллектива специальной общепразовательной школы-интерната первого вида. Среди младшей группы победила Софья Малакаева. Джекита и Орла. Вот так. Теперь ты будешь еще рисовать? Молодец. Желаем тебе рисунок. В номинации «Костюм» победила коллективная работа третьего класса специальной общеобразовательной школы-интернат первого вида «Черкеска» под названием «Танец дружбы». В номинации «Декоративно-прикладное искусство» работа и судьбы всех народов в единое сплелись. Автора Тимофея Бурнеева. Али Баташев, Мухаммед Ашебоков. Вести Карачаева-Черкесия. Автоинспекторы Карачаева-Черкесии провели профилактическое мероприятие на дорогах региональной столицы. Поводом для очередного рейда стало пополнение неутешительной статистики пострадавших среди несовершеннолетних. Полицейские рекомендуют всем участникам дорожного движения быть внимательными и относиться уважительно друг к другу. Репортаж Артура Мхце. 12 детей получили травмы различной степени тяжести. Еще один ребенок погиб. Таковы неутешительные последствия происшествий на дорогах Карачаева-Черкесии с участием несовершеннолетних с начала текущего года. Предугадать подобное развитие событий, разумеется, невозможно. Поэтому региональные автоинспекторы куда активнее проводят профилактические мероприятия. О том, что они необходимы, статистика аварийности говорит лучше любых иных доводов. В связи с участившимися случаями наездов на пешеходов на территории республики сотрудниками госавтоинспекции проводятся дополнительные рейдовые мероприятия, направленные не только на выявление пресечения нарушения правил дорожного движения, но и усиление профилактической работы по недопущению дорожно-транспортных происшествий, в которых участвуют сами пешеходы. Это один из проблемных, по мнению полицейских, участков в Черкесске. Площадь Петрусевича обнесена оградой в тех местах, куда ранее постоянно перебегали пешеходы. Не помогло. Любителей дорожного экстрима по-прежнему немало. Впрочем, от пеших нарушителей не отстают и водители. Далеко не каждый из них считает необходимостью пропустить человека, переходящего по зебре. Вот здесь и так выезжает, и чуть меня не задавили. Я смотрю, тот остановился, а другой летел вовсю. И вот здесь точно так же летят. Призываем водителей быть предельно бдительными вблизи переходов и уступать дорогу пешеходам, переходящим в проезжую часть дороги. Также госавтоинспекция по городу Черкесску призывает придерживаться безопасной скорости, соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательным на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Возможно, невольные участники рейда, остановленные полицейскими водители, теперь будут еще более внимательными на дорогах. Но повлияют ли подобные профилактические мероприятия на общую статистику происшествий – большой вопрос. Ведь злостные нарушители правил дорожного движения чаще всего избегают нравоучительных бесед автоинспекторов и продолжают собирать штрафы, пока не совершат что-то действительно непоправимое. Артур Махсей, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия. Богатство образов, виртуозное построение диалога, великолепное знание родного языка отметили поклонники творчества двух известных писателей – Альберта Узденова и Екатерины Шхаевой, давая оценку их новым сборникам «Актэш» и «Мгновение жизни», презентация которых состоялась в Доме печати. На знакомство с новинками были приглашены писатели, журналисты и поклонники авторов представленных книг. Хотя сами авторы в силу разных причин не смогли присутствовать на презентации своих творений. Отчитатели были лишены удовольствия личного общения с ними и получения автографов. Встреча прошла с самой теплой душевной обстановки. Мадина Каракетова о новинках. Первый заместитель министра по делам национальности и печати массовым коммуникациям Карачаева-Черкесии Ислам Хубиев выразил сожаление о том, что не смог прочитать книгу Екатерины Шхаевой «Мгновение жизни», так как не владеет абазинским языком. Что касается сборника «Актёш», Альберта Узденова согласился с мнением доктора филологических наук Зухры Караевой, которая указала на виртуозное построение диалога, великолепное знание родного языка, умение найти самое значимое в художественном образе. Давая свою оценку сборнику, Ислам Хубиев отметил, что в коротких рассказах, сценках, притчах, комических, трагических и трогательных историях Актёп показывает самое главное – общечеловеческие ценности. Читая сборник «Актёш», невольно вспоминаешь произведение Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Приходит на ум статья Николая Добролюбова «Луч света в темном царстве», когда читаешь Марш Дамбаллара, где герой – десятилетний мальчик, Мурат предстаёт как лучик, который оставляет надежду на выход из тупика в период лихих 90-х. Талант, мастерство автора, на мой взгляд, заключается ещё и в том, что он не навязывает своё мнение и не предлагает способы для решения тех или иных проблем, а наоборот искусно скрывает их, оставляя на суд самого читателя. Ислам Хубиев отметил, что сборники должны быть переведены на русский язык, чтобы быть доступными большему количеству читателей. Автор уже Альберту Узденову Ислам Хубиев выразил от лица читателей огромную благодарность за такую работу. В книгу Екатерины Шхаевой «Мгновение о жизни» вошли как новые произведения, так и уже полюбившиеся читателям. Редактор Абазинского отдела книжного издательства Карачаева-Черкесии Георгий Чекалов отметил, что уникальность сборника в том, что в него вошли произведения, ориентированные не только на взрослого читателя, но и на детей. Мы с ней сотрудничаем в детском журнале «Шея» – это «Утренняя звезда» на абазинском языке, который у нас выходит, организация «Алакшара» выпускает. И она активно предлагает свои детские произведения постоянно. И я рад, что они вошли и в эту книгу, потому что журнал – это всё-таки периодическое издание, а книга – это книга. Я надеюсь, что… Вот сказали, будут пишущие, будут и читающие, да? Я надеюсь, что книга найдёт своего читателя, и взрослые дети найдут, что почерпнуть из этого издания. Кроме презентуемых сборников, на суд приглашённых издательство представило ещё несколько книг, выпущенных в 2021 году. Руководитель республиканского книжного издательства Роза Буэнсузова рассказала, что представленные книги выпущены по 150 экземпляров. Тематический план на 2022 год, утверждённый Министерством Карачаева-Черкесии по делам национальности, печати и массовым коммуникациям, предусматривает выпуск книг на всех пяти национальных языках и в значительно большем количестве, и выразила надежду, что издательство справится. — Современные условия, которые у нас поставило, и подорожание цен, и все препятствия, которые нам мешают издавать, но мы попытаемся всё-таки это издать. Хочу сказать, что мы рады всем авторам, которые к нам приходят. Но нам очень не хватает, я хочу сегодня об этом сказать, нам очень не хватает союза писателей Карачаевой-Черкесской республики. Нет рекомендаций по книгам, нет первичных рекомендаций от союза писателей. Книгу Альберта Узденова, актуящей книгу Екатерины Шхаевой «Мгновение жизни» в скором времени можно будет приобрести в специализированных магазинах и киосках республики. Уже ознакомившиеся с новинками рекомендуют их к обязательному прочтению и уверены, что рассказы обязательно оставят в душе каждого самые светлые впечатления. Мадина Каракетова, Роберт Джагутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Исламский институт имени имама Абу Ханифа является одним из главных духовно-образовательных учреждений в нашем регионе. Именно здесь вот уже более 20 лет готовят имамов мечети и богословов. Сегодня в институте ведутся ремонтные работы по обновлению и формированию комфортных условий для обучающихся. Пока отремонтировали одно помещение вуза. В этот священный месяц каждый может принять участие в этом благом деле. Ведь месяц Рамазан для мусульман наполнен огромным духовным богатством и наградой за добрые дела, которые независимо от того, большие или малые, приумножаются многократно. К жителям республики обращается заместитель муфтия Карачаева-Черкесии по работе с имамами и общим вопросом. Ректор Исламского института Мухаммад Хаджибатчаев. Это все, конечно, делается на пожертвования нашего населения. И есть определенные люди, которые внесли такой уж темный вклад. И этот месяц как раз тот месяц, когда выдается закат. И один из категорий, кому выдается закат, это те люди, которые набирают учиться исламским наукам. И Аллах сказал, что вы выдавайте закат тем, которые находятся на пути Аллаха. Это те, которые берут знания ради Аллаха и знания шариатские. Поэтому сейчас конец месяца священного. И это период заката и фитра и фидия. Если наше население будет оказывать помощь в виде выделения заката или фидии, или фитра, все, иншаллах, мы будем вложить на благосостояние этого института и поддержку наших студентов. Поэтому мы обращаем нашему населению иметь это в виду. И дай Аллах, чтобы мы все вместе возродили наш исламский институт. Управление ГИБДД обращается к участникам дорожного движения в период майских праздников. В период майских праздников мы предполагаем рост числа транспорта на дорогах республики, в том числе из других регионов. Многие поедут за город и в места отдыха. При таком увеличении транспорта возможен и рост дорожно-транспортных происшествий. Поэтому обращаемся к автомобилистам, байкерам и пешеходам. И надеемся на их благоразумие. Исключите вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьезным правонарушением, но и угрозой для окружающих. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость, уважайте всех участников дорожного движения. Пешеходы также должны быть внимательными на дороге, не пренебрегать мерами личной безопасности, в темное время суток носить свето-возвращающие элементы. Переходить автодороги только по пешеходным переходам. И только убедившись в безопасности перехода. Уважаемые участники дорожного движения, помните, что безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Распоряжением руководства мэрии Черкеска 1-2 мая с 8 до 18 часов и 3 мая с 8 до 13.00 все категории граждан будут обладать правом бесплатного проезда специально выделенном транспорте по маршруту Комсомолец, микрорайон юбилейный городской православной кладбище. Всего для этих целей в дни поминовения усопших радовницу будет задействовано 15 автобусов. Согласно распоряжению, в эти дни также будут усилены меры обеспечения антитеррористической безопасности. Организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи в районе городского православного кладбища, микрорайоне юбилейный и городского кладбища, расположенного по улице Фабричной. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных вам праздничных выходных и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!